Здравствуйте, дорогие зрители! Ну что, поздравляем вас с новым 2014 годом, с Рождеством и католиков, и православных, и протестантов. Ну и сегодня в нашей первой передаче этого Нового года мы начнем эту нашу передачу с абсолютно трагического известия. Новость, которая просто не укладывается в голову. Ну, в общем, слов нет, извините. Погибла Моника Спир, замечательная актриса, очень красивая женщина, прекрасная мама, но много еще можно говорить о ней в самых превосходных степенях. Погибла она по нерепой случайности в своей родной Венесуэле. Это называется съездила на каникулы рождественские. Жила ведь она в Штатах, в Майами, снималась на теле Мунда, и вот решила отдохнуть, что называется. Вместе с бывшим мужем и с пятилетней дочерью Майей она ехала в Каракас. Это было поздно вечером, где-то 22.30 было. Машина на что-то напоролась на автостраде. Оказались проколотыми два колеса передних. Ну, судя по всему, это было специально что-то такое родожено на дороге, чтобы машина, проходящая, останавливалась. Был вызван эвакуатор, который довольно быстро приехал. А потом, когда машину погрузили на эвакуатор, и к дороге, к машине вышла группа вооруженных людей в количестве пяти человек. Кто попытался сопротивляться, там уже непонятно. Но факт тот, что банда открыла огонь на поражение. Моника и ее семья, они закрылись в машине. Но вы сами понимаете, что если машина не бронированная, то пулю это не остановит. В общем, было произведено по меньшей мере шесть выстрелов. Моника и ее муж были убиты на повал, а девочка маленькая, пятилетняя, получила пулю в ногу. Слава богу, ее жизнь вне опасности, но она потеряла родителей. Ой, ну что. Полиция, надо отдать должное, сработала достаточно оперативно. Обычно 95% преступлений насильственных в Венесуэле не раскрываются. Это вообще одна из тех стран, ну, Венесуэла входит в пятерку стран, которая, в общем, отличается тем, что преступность там зашкаливает. В темное время суток местное население вообще предпочитает на улицу не выходить. Туристов специально предупреждают, чтобы они никакой такой техники навороченной с собой не носили, потому что вырвут с корня. Ну что, пятерых задержали уже преступников. Двое из них несовершеннолетние. Одному 15, одному 16 лет. Ну вот скажите, пожалуйста, вот чем должна заниматься власть в стране, чтобы вот такое вот творилось на улицах? Ведь это просто вот, что Моника это известный человек, поэтому полиция работала, поэтому там президент Мадуро выступал с гневными филиппиками, говорил, как жаль, как жаль, какая она замечательная была, религиозная, благотворительница, и все такое прочее. А ведь народ пачками гибнет. Там же жуткий процент вообще вот этих вот преступлений. Там просто для того, чтобы ограбить, тебя просто убивают. И вот как вообще, вот что с этим делать в этой стране развитого чавесизма, прости господи? Ну, сразу вспоминается практически аналогичная история с прекрасной мексиканской актрисой Марианой Лери. В Мексике тоже обстановка криминальная, так сказать, оставляет желать лучшего, в Мехико особенно, потому что сами понимаете, что, в общем, люди со всей страны сливаются в этот огромный конгломерат, многомиллионный, и там на окраинах города, в общем-то, уже опасно достаточно. Так вот, вы, наверное, помните эту историю, когда на Мариану Леве напали вооруженные грабители тоже на улице, и она просто не выдержала вот этого ужаса, да, потому что у нее было больное сердце, и она просто умерла от сердечного приступа. Вообще, очень многие пытаются уехать и из Венесуэлы, и из Мексики именно под тем соображением, что безопасности в стране нет. Ну, вот, например, Хуан Солер уехал в Штаты из Мехико, хотя у него, в общем, все было прекрасно на телевизии, нормально карьера продвигалась, он снимался в главных ролях, но он сказал, что нет, я не чувствую себя здесь в безопасности, особенно боюсь за своих детей, и уехал. Хорхе Равена рассказал совершенно феерическую историю о том, как на светофоре к его машине подошли двое вооруженные пистолетами, засунули эти пистолети, в машину, сказали, значит, так, мужик, а сейчас ты отдашь свой бумажник. А он говорит, а у меня в машине дети сидели, что я должен был сделать? То есть, ну, в общем, понятно, почему многие просто уезжают. Вот, например, Араселя Арамбула, она когда уехала, она сказала, да, я хочу, чтобы мои дети росли в более нормальной обстановке, в Штатах им безопаснее. И сейчас, когда ей нужно сниматься в Мексике, она, в общем, там устраивает достаточно большие такие, в общем, разборки с продюсерами, не хочет она ехать в Мексику, чего-то. Ой, ну, в общем, неприятно, конечно, это все, и ужасно жаль Монику, потому что актриса была очень хорошая. Ну, и вообще, очень жаль, когда люди вот так вот нелепо погибают, ведь ей было всего 29. Всего 29, подумайте. Ну, ну, ладно, теперь давайте немножко как-то о более веселых вещах поговорим, ну, во всяком случае, не о таких трагических. Кстати, об Араселе Арамбуле. Появилась тут новая версия, почему она рассталась с Себастьяном Руэлли. Значит, говорят, что якобы она приревновала его к Анжелике Бойер. Ну, ходили там всяческие слухи, что до романа с Гойера Кастро Анжелик имела романтические отношения с Себастьяном на съемках нового Терреса. Ну, правда, это или нет, непонятно, там, в общем, слухами земля полнится. Ну, а так как Араселе женщина ревнивая, это медицинский факт, то вполне возможно, что так оно и было. Ну, есть еще одна, как бы дополнительная версия, что наложилось на это на все недовольство Луисы Мигеля этим романом. Вот. А в свете, так сказать, процесса судебного между Араселе и Луисом Мигелем, в общем, все эти вещи, посторонние романы, они были как бы не особенно-то в кассу. Ну, что еще мы можем сегодня рассказать? Ну, вот приятная новость для поклонников Анны Брэнде Контрерас. она таки воссоединила со своим женихом блудным, который ей якобы изменил. Парочка поехала в Европу зализывать, так сказать, раны и выяснять отношения до конца. Ну, что, парень из шкуры вылез, чтобы заслужить прощение. Цветы, шоколад, драгоценности. Кто-то даже написал, что он ей какой-то роскошный дом подарил, вину. Ну, правильно, пусть, пусть вообще заглаживает вину, ничего. Умел, так сказать, изменять, умея и на коленках поползать. Еще одна новость, такая, знаете ли, интересная. Рикки Мартин расстается со своим возлюбленным Карлосом Гонсалесом Авиалой. Подробностей никаких, есть только заявление пресс-секретаря Рикки Мартина, где сухо сообщается, что да, они решили разойтись, что там у них случилось, вообще никто не знает, но, вероятно, в скором времени появятся подробности. Еще один громкий разрыв. Карло Эстрадо расстается со своим мужем Оскаром Дель Торо. Они прожили вместе чуть ли не 30 лет, что там вообще случилось, тоже непонятно. Опять-таки, пресс-секретарь Карло выступила с заявлением и сказала, что они решили пойти каждой своей дорогой, но друзьями не остаются. Ну, в общем, понятное дело, может быть, может быть, действительно, люди жили вместе уже так чисто номинально, да, может быть, действительно, у них разные какие-то взгляды на жизнь, может быть, кто-то из них решил куда-то переехать, ведь ходили многочисленные слухи, что Карло собирается в штаты уехать работать на универсием. Все может быть, все может быть. Главное, что расстались они цивилизованно и, в общем, никаких громких скандалов, битья морды, ничего такого не было. Ну, и напоследок, я вам хочу рассказать просто рождественскую совершенно историю. Это история про Карлоса Сантану и его бывшего ударника. Ну, в общем, короче говоря, история такая. Американский репортер один, в штате Калифорнии, что-то они там снимали, и он увидел старика в Красной Курске, который, выжжем, рылся в мусори. Он к нему подошел, разговаривался, оказалось, что старичок не просто так вообще тут мусорируется, а что он, бывший ударник Карлоса Сантаны по имени Маркус Мэлоун. И вот он вот так вот зарабатывает на жизнь, сортирует мусор и просит подаяния. Ну, и что? Сюжет был снят, просто как интересно, вот как бывает, как жизнь вообще разворачивается, да? Сюжет был показан по телевизору, и Сантана, который, в общем-то, не любитель телевизора, да, случайно это все увидел. Ох, сказал, как же это так? Вот же шон, же ш Мэлоун, я его так давно искал. Но самостоятельно найти Мэлоуна ему не удалось, поэтому он разыскал репортера, и тот ему организовал встречу. Встреча была очень такая, знаете ли, ну, как вам сказать, не сказать, сентиментальная, а, ну, просто понимаете, вот когда вот человек очень хочет сделать доброе дело, да, и он это делает не на камеру, он это делает просто потому, что вот ему это хочется. Ведь Сантана, он действительно человек, который может делать много, и вот он пообещал, что жизнь у Мэлоуна наладится. Как там уже что будет, мы не знаем, но я думаю, американская телевидение будет держать руку на пульсе и будет сообщать обо всех изменениях в судьбе этого человека. Ну вот, на такой вот ноте радостной мы как бы закончим нашу сегодняшнюю программу. Ждите нас через несколько дней, новостей будет много, и новости будут интересны. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...